Александр, приветствую тебя. Доброе утро, Артём. Очередная встреча. Для тех, кто первый раз следит за нашим совместным контентом, небольшая прелюдия вводная, мы с Александром разбираем техническую и фундаментальную составляющую тех активов, которые, как нам кажется, сейчас представляют и обладают самым большим потенциалом по извлечению прибыли, который вы можете реализовать. Друзья, если воспользуетесь конкретными рекомендациями. Стараемся разбирать финансовые активы буквально разных рынков. Я делаю традиционный акцент на классические активы, к которым вы привыкли. Рынок Форекс, фондовый рынок, сырье. Но вот Александр в последнее время покрыл и другой сегмент финансовых рынков, который все больше на слуху, который привлекает все больше внимания и становится уже полноценным сегментом финансовых рынков, я имею в виду криптовалютной индустрии. И очень много рекомендаций, Александр, касательно тех инструментов, которые также сейчас обладают потенциалом хорошего профита. Ну что, давай тогда начнем. Начнем традиционно с меня и с таких же традиционных активов. Прямо демонстрация экрана. Я думаю, ты не прогидорируешь информацию о том, что индекс S&P сделал очередной перехай и направляется на свои новые максимумы. Да, это точно. Кстати, по поводу американского фондового рынка, повторяю, друзья, ну, может быть, S&P открытие. Действительно, локальная коррекция только в рамках вчерашней торговой сессии. И все мы знаем, что это отголоски вот этой истории, которую закрутил всем известный Илон Маск касательно его опроса в Твиттере. Стоит ли ему продать, избавиться от 10% акций стоимостью почти в 22 миллиарда долларов. 3,5 миллиона голосов. Это вот наутро сегодня я смотрел, сколько людей проголосовало. Ну, посмотрим, как он подтупит. В любом случае, конечно же, сброс акций, потенциальные даже акционеры, это негативный фактор, потому что является причиной таких же негативных мыслей о почему, что случилось, не считает ли он, что все, Тесла уже на потолке, на хаях и дальше не будет расти. Ну, я не хочу додумывать за инвесторов, друзья. Если бы, наверное, все было плохо, то Тесла бы снизилась не на 3%, как мы видели, а процентов на 25. Но этого не произошло, поэтому не будем негативить. Сильно больно американскому фондовому рынку, если говорить про индексы, конечно же, не было, потому что даже текущее снижение – это четырехчасовой таймфрейм, кстати. У меня есть незначительная коррекция, которая подпадает как бы в плоскость погрешности и нормальности отката после достижения и обновления локальных максимумов. 64 раза, друзья, с начала этого года индекс СНП обновил исторический хайп. И я поддерживаю энтузиастов, которые считают, что после 4700 будет 5000 пунктов и выше. Те, кстати, кто следит за моим аналитическим творчеством, за моими брифингами, знают то, что я рекомендовал покупать индекс сначала с целями 4 тысячи, потом 4500, 4700 – все эти цели уже позади. Сейчас немного выдохся, на самом деле. Я потому что считаю, что, наверное, нахождение и дальше в рисковых позициях может быть сопряжено с каким-то негативным развитием событий потенциальным, если рынок начнет корректироваться. Но я не собираюсь ни в коем случае никого отговаривать от покупок фондового рынка. Просто хочу, чтобы, друзья, вы были осмотрительными. Очень высоко забрался и NASDAQ, и Dow Jones, и S&P. Если говорить про накученные финансовые активы, индекс доллара сейчас на ваших экранах – 93,98. Делаю ставку на то, что индекс доллара будет дальше снижаться, потому что итоги затягивания ФРС, которые были подведены неделю назад, в целом проинтерпретированы как мягкие. Потому что программа количественного смягчения первой этапа и сокращение анонсирована. А вот что касается коррекции процентной ставки, то это вопрос, который остается очень высоко подвешенным. Потому что ФРС по-прежнему считает, что раз инфляция вызвана временными факторами, зачем с ней бороться? Если эти временные факторы сойдут на нет, и временный рост индекса потребительских цен закончится коррекцией, снижением и стабилизацией в районе 2%. Короче, пока что для ФРС политика приемлема такая, что лучше оставить все как есть, не рыпаться, не дергаться. В этой тактике на самом деле может быть что-то интересное, как говорил Уоррен Баффет, что иногда самая лучшая стратегия и тактика вообще ничего не делать. Возможно, ФРС придерживается именно такого подхода. Если мы не получим, в ближайшей перспективе мы точно не получим решение от регулятора по росту процентной ставки, то тогда, пожалуйста, абсолютно логично, что сейчас фондовый рынок продолжает расти, а доллар, который коснулся максимума многомещенного на уровне 94,60, сейчас развернулся. И по мере выхода дальнейших макроэкономических данных, потенциально слабых отчетов, возвращение вновь инвесторов к теме ухудшения ситуации эпидемиологической в еврозоне, вот в Германии последняя статистика смотрела вообще рекордные показатели, страшные цифры. Ну, дай бог, конечно, чтобы это уже четвертая или пятая волна накрыла еврозону с рисками потенциальных ограничений, повторных локдаунов и так далее. Ну, не будем, опять же, сильно негативить. По индексу доллара без конкретики регулятора по росту процентных ставок не будет доллар расти. Это вот моя точка зрения. Я считаю, что индекс доллара в этой связи лучше рассматривать в шорт. Пользоваться нужно текущим фундаментом, а именно мягкой позиции регулятора, которая бьет по доходностям американских трежерис. Нужно пользоваться ситуацией, связанной с ротом инфляции, потому что инфляция сейчас в штатах превышает 5%, и из-за этого реальная доходность трежерис остается отрицательной. Но невыгодно сейчас работать с американскими облигациями. Поэтому золото, скорее всего, вот сейчас отстоится в диапазоне 1780-1820 здесь стрельнет вверх, на мой взгляд, к 1850 с возможностью ухода там в районе 1900 долларов за тройскую унцию. Я рекомендую, друзья, дождаться коррекции, если вы не открывали длинные позиции ранее, хотя ранее я давал рекомендации действовать поближе к уровню 1800, сейчас 1821. Будет снова тест поддержки 1800, считайте, что подарок закупиться и ставить на дальнейшее восстановление. Тем более, что еще такой инструмент анализа рынка, не только техника и фундамент, но и психология, а именно действия большинства и меньшинства. Сейчас позиция большинства, вот я смотрю на активность трейдеров компании Амаркетс, все шарты золота считают, что золото будет снижаться. Как правило, рынок идет по пути на меньшую сопротивление против толпы, потому что все не могут заработать. Поэтому жду восходящего движения. Так, и еще рынок нефти, который продолжает оставаться интересным после волатильности, особенно под конец прошлой недели, когда в четверг на заседание ОПЕК сначала на 6% золото выросло, потом скорректировалось, и сейчас вот уже снова растет больше, чем на 3%. В районе 83 долларов за баррель сейчас Brent, я ожидаю пробоя 83,50 и дальнейшего восходящего движения, потому что Saudi Aramka увеличивает вкусные цены для партнеров, начиная с декабря, что доказывает высокие показатели спроса и четкое понимание, и отсутствие сомнений в том, что нет, будут покупать даже по высоким ценам. И отсутствие в целом от организации ОПЕК+, решение по росту нефтедобычи, что повышает риск дополнительного дефицита на глобальном рынке. Все это в ближайшие месяцы может привести к мощному бычьему ралли, и почему бы не сработать сценарию Bank of America и Goldman Sachs, того, что Brent будет котироваться еще до 1 января этого года, точнее следующего года выше 90 долларов за баррель, что тут остается. 8% для нефти легко можно сходить на каком-нибудь интересном фундаменте. Так, Александр, слово тебе. Благодарю, Артем. Хорошие инструменты выбрал. Как раз у меня сегодня на листе было золото, я тоже хотел его рассмотреть. Почему? Потому что там произошла очень интересная ситуация. Я буквально через секунду делюсь экраном и показываю вам всем, ребят, золото. Золото. Итак, что же у нас происходит на золоте? Мы начинаем всегда с дневного графика. Как вы видите, у нас с конца июня, начало июля у нас очень широкий диапазон 1838, плюс-минус 1728 – это тот диапазон, в котором длительное время находится золото. И вот сейчас произошла очень интересная ситуация. Она была у нас в пятницу. Посмотрите на свечу, которая поглотила предыдущие практически две недели торгов по данному инструменту. И движение вчера продолжилось. Соответственно, все, скорее всего, будут ожидать пробития уровня 1838 и поход золота дальше. Ближайшие цели, которые мы можем преследовать, конечно же, будут находиться в районе 1940. Это те уровни, которыми я с технической точки зрения вижу логическим сценарием подхода инструмента. Хороший нюанс еще, который нам говорит о том, что вероятнее всего будет пробой – это ситуация, когда мы не смогли сделать перелог. Вот у нас была граница канала первая, вторая, и здесь мы не пошли ее тестировать, нас выкупили раньше. Соответственно, есть предпосылки к тому, что произойдет пробой 1838, и инструмент в большинстве случаев, наверное, по вероятному сценарию отправится наверх. Это то, что касается золота. Если мы говорим про другие инструменты российского рынка, здесь неплохо выглядит РТС. РТС, который по-прежнему удерживает выше 183 тысяч, и, как видите, возникают хвосты внизу, его выкупает и пытается тянуть наверх. Скорее всего, так и произойдет дальше. Если нефть пойдет в рост, как говорил Артем, то, вероятнее всего, мы увидим с вами рост и по индексу РТС, который, посмотрите, как долго с начала этого года находится в тренде. Во-прежнему находится в тренде, и никаких предпосылок для разворота мы пока на текущий момент с вами не видим. Если мы переключаемся на криптовалютный рынок кратко, я выделю три инструмента, которые, на мой взгляд, сегодня являются наиболее интересными. Конечно же, самое важное событие, которое произошло, это новый исторический максимум по биткоину, который нам удалось сделать вчера, как вы видите. Сейчас инструмент торгуется на отметке практически 68 тысяч. Эфир также обновил, но мы больше обратили внимание на такие инструменты, как SXP, который еще не ходил, но собирается это сделать, и, вероятнее всего, ему удастся продемонстрировать рост. Как минимум, я думаю, процентов 50, и это может быть сходу, потому что многие инструменты начинают отыгрывать свои вот эти вот длительные консолидации и стрелять по 100% в день сразу. То есть это движение прошло, и потом оно затухает, и развитие не получает в дальнейшем. Это SXP, это FILL, Filecoin, который очень привлекательный с точки зрения инвестиций. Есть слухи, что инструмент может стоить и 400 долларов в ближайшем будущем, поэтому посмотрите, какая консолидация идет, все про него забыли, объемы повышаются, происходит набор позиций, поэтому я рекомендовал бы с точки зрения инвестиций Filecoin или FILLUSDT для будущей инвестиций. Также у нас есть еще один инструмент, который заслуживает внимания, это ETHIR CLASSIC. Если ETHIR идет, сам ETHIR главный идет на переха, ETHIR CLASSIC не всегда повторяет его динамику. Но ближе к концу, после того, как все инструменты уже сходили, он начинает оживать, у него начинают поступать средства. Да, я вижу, что здесь объема не так много, как хотелось, но он может пойти без объема очень быстро, и потом этот объем присоединится. Как говорится, у нас есть несколько фаз, когда ребята видят тренд, они в него не заходят, но когда движение пошло, они начинают уже заливать туда деньги в последнюю очередь, чтобы успеть зайти и успеть проходиться. Вот за счет этого всего формируется сильное движение, происходит максимальная нагрузка на инструменты, и уже в конце этого движения происходит распределение и затухание. Но так как еще самого движения не было, вот инструменты Filecoin, ETHIR CLASSIC и SXP я бы рекомендовал тому, чтобы присмотреться, потому что на них еще сохраняется хороший потенциал роста, и они еще толком не ходили на вот этой фазе, которая сейчас происходит на рынке, и когда происходит вот этот вот рост. Не смею больше нагружать вас инструментами, потому что их огромное количество проектов, много интересных идей, много. Я вам выделил самые основные, подготовил на сегодня, чтобы вы могли посмотреть, через деле отработало оно или нет. Скорее всего, оно отработает и даст заработать, минимум, я думаю, 30% оно сходит. Спасибо, Александр. Как всегда, обширная информация по криптовалютному рынку. Есть еще выбирать, друзья, но раз уж действительно самые топовые монеты, перспективные, потенциальные вам подсвечены, игнорировать информацию не рекомендуется, потому что возможности такие, как сейчас, когда биткоин, вся элита криптовалютной индустрии растет только хотя бы поэтому. Все остальные могут быть также подтащены к этим локальным максимумам. Ну, как говорится по классике, что инвесторы начинают именно на росте ажиотажа и повышенном спросе обращать больше внимания на весь цифровой рынок. Когда рынок в бычьей фазе, это касается всех финансовых активов и криптовалютного рынка тоже, нужно действовать, друзья. Надеюсь, вы уже приняли решение и, соответственно, какие-то позиции у вас уже есть. Александр, еще раз тебе большое спасибо, как всегда, хорошего закрытия недели, прибыльных сделок, классных результатов. Ну, и традиционно вернемся с тобой к обсуждению ситуации во вторник следующей. Благодарю, Артем. Тебе также хорошего настроения, удачной торговли и всем участникам нашего обзора, конечно же, удачи в торговле и до новых встреч. Спасибо, пока. Всего доброго. Продолжение следует...